Это работает, да? Спасибо вам большое за возможность приехать сюда, и дать эту поговорку. Я не уверен, почему этот вопрос был выбран, но я думаю, что я знаю. Наверное, это из-за Дмитрия Менделеева, который сделал его велосипедисты примерно 150 лет назад. Периодическое право изменения от элементов, и написал его знаменитую Периодическое Табло который был очень успешным и так успешным, что даже сейчас, после большой трансформации и развития табла, мы все равно называем это Менделеев Периодическое Табло. И я думаю, это причина, почему simultанно ЮНЕСКО и УНЕСКО проклянули этот год как интернациональный год Периодическое Табло, который довольно великолепен по всему миру, в России, конечно, в частности. Но открытие было в Париже, в главе ЮНЕСКО, и закрытие будет в 2 неделе в Токио, и между многими многими событиями. Ну, в тот период Менделеев Периодическое Табло содержало 63 элементы, сейчас почти двое огромное, поэтому у нас почти 120 элементов, 119 и Периодическое Табло выглядит очень полностью и я думаю, формы этой Табло была perfect, потому что у нас полностью 7 периодов, все элементы знают, все названы, это первое время в истории в этом форме. И если появится новое элемент, то это не будет в будущем форме. Ну, как мы говорим о не натуральные элементы, но элементы, которые мы производим артифициально. Кстати, элементы above uranium, элемент 92. Все элементы были производлены с методом нуклеарной реакции, и в этом моменте мы должны помнить еще датчик, именно 100 лет назад первая реакция создана Ernest Rieserford. 100 лет назад мы знали, как трансформировать один элемент в другой, поэтому мы уже 100 лет трансформировать на трансформировать нуклеи в нашем материальном мире мы видим первое, элементы которые мы имеем на Земле около 300 все стабили или почти стабили и датчик но довольно стабили урань абсолютно стабили лит и здесь в целом нуклее 350 и люди думают что нуклее может существовать twice больше чем 7000 в нашем материальном мире не комбинация нутрины и протони может быть нуклеи и это есть на праве и может быть последний элемент в периодике и мы не не инфинит в будущем может быть лимит и конечно это лимит и вопрос существования и нуклеи это довольно интересно и довольно интересно почему этот вопрос о важных элементах и очень важным и особенно важным в последние годы потому что мы знали около 20 лет назад довольно небольшое информацию о том, элементы появились в мире как появились первые два элемента появились после большого банка потом мы знали метод производства элементов до серии но мы не знали как элементы крупнее 26 были созданы они существуют много элементов но мы не знали как они производились в universe и это вопрос номер 3 из 11 главных вопросов в 2002 в момент 20 лет мы знаем как это произошло но мы не знаем где это произошло очень важно это исследование гравитационных вагов не связано с нуклея синтезис но это дает нам метод для исследования и исследования очень редко и очень драматичные вещи которые происходят в universe например нейтрон-стар merge которые производят гравитационные ваги и это дает новое направление в астрономии что называется мульти-массаж астрономия и я думаю что этот метод в будущем дает нам понимание как элементы производят на или институт астрономии с юра институт но на юране у институт те они существуют в юрах которые существуют до последних так дают 4,5 миллионов лет Также, наш системы очень далеко от каких-то драматических событий в университете, и это, я думаю, удовлетворенно для людей, но не удовлетворенно для исследователей. Таким образом, мы не можем наблюдать последствия, я не знаю, взрослых и так далее. Ну, это причина, почему только урань, но, в факте, конечно, это не лимит. И, как в лабораториях и в университете, особенно, элементы более веселее, чем урань. Продолжение следует, конечно, в том числе, где есть лимит, лимит от возможностей природы и наши лимиты в лабораториях, чтобы придать к концу периодичного табла. Семьдесят лет назад, у нас была общая идея, когда люди начали производить элементы above урань, и пришли к элементу 100. Они видели драматическую стабильность этих элементов, и у нас была общая идея, что лимит от существования элементов, это примерно элементы 104-105. И причина для этого – это экстримная инстабильность нуклеуса относительно спонтанной фишки, это процесс, который был обнаружен от Георги Флоров в 1940. Approximately 20 лет назад, люди наконец-то recognized, что нуклеус является квантом систем, и поэтому он имеет внутреннюю структуру. И эта внутреннюю структуру, конечно, влияет на стабильность нуклеуса. И вместо этого, это очень простая картинка, с континентом, с ледом, с пенинсулами, с ториумом и уранемом, мы имеем более сложную структуру с сезонами и шоуами. И, по-моему, это было первое предназначено в Дубне, и также в Франкфурте и Германии. И это было предназначено, что если мы успеем приступим к нуклеусу, супер-совую нуклеусу, в районе протон номер 114 и в нутрон номер 184, то есть там будет сезон, который был назван сезон стабильности супер-совую нуклеус. И на этой нуклеусу могут быть очень долго. Первые предназначены миллионы лет, а сейчас реалистические предназначены что это миллионы лет, но это еще много. Это много. Это много, в сравнении с половиной летами от элементов около элемента 100, где мы имеем минуты, секунды, даже микросекунды, миллисекунды. Ну, сразу после этого появились несколько попыток обнаружить этот сезон стабильности для производства супер-совую нуклеусу в всех лабораториях в мире, включая, конечно, Соединенные США, Дубна, Германия, Франция, Светланд, и так далее. и так далее. Это было 15 или даже 20 лет, и, unfortunately, и методы, которые использовали множество методов. Люди пытались найти эти элементы в натуре, на Земле, или в космосе, или в космосе. Они использовали высокий реактор, или даже нуклеевые explosions, для производства супер-совую элементы, использовали аккураты, создавали очень сложные и совместные методы для детекции и распространения этих элементов. Но, unfortunately, во время этого периода, супер-совую элементы, близко к стабильности, не обнаружены. Также было понимано, что проблем артифициальной синтези супер-совую элемент, связанной с реакцией. Многие реакции были тестированы, и люди наконец понимали, какой реакции должны быть выбраны для эффективной синтези элементов. В Дубне, в начале 1990-х, это было понимано, что единственный метод, который может привести к успеху, использование кальциум-48, кальциум, но очень редко и высокий изотоп кальциум, и актенит как реакция производить супер-совую элемент, и это последний успех. Если это не будет успешно, то это не будет успешно. И что было сделано? то все все упражнения, которые были в 90-х, были модернизированы. Модернизированы так, что было тысячи раз лучше. более раньше. И это работа не только из нашей лаборатории, но и большая задача сделать успешным. первое, мы нужны актениты, которые не существуют на Земле. Мы нужны актениты, которые производятся в реакторах и только два реактора, которые могут производить эти материалы в существенной количестве. И другой в Димитровграде, в Руси. И эти два центра нас необходимы для таких экспериментов. Просто вам пример. 22 миллиграмм беркеллиум элемент номер 97, который создавал элемент 117. Это был производителем в Теннесси, США. И вы видите этот маленький белый 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 и Фермиум, так что это меньше, чем нанограмм. И этот материал, десятилетий миллиграмм, это минимум материал, который нужно сделать в таргет. Таргет, по-моему, выглядит вот так. Так что это ротативный таргет, с фоелом, посвящен от таргетного материала, irradiательный бим, очень высокая интенсивная бима, от Calcium-48. И Calcium-48 это тоже не просто таск. Это не обычный Calcium, но довольно редкий изотоп, который существует в природе. Но это очень сложно и дорого, чтобы его селиться от других изотопов. В факте, annual производительность всего 10-12 грамм, и это только один центр в мире, который производит этот изотоп. Это в России, в Сурал-Монтанах, в Северной-Снай. И для нас очень большая задача для нас, чтобы модернизировать нашу устройство для очень эффективной использования этого маленького материала, в таком случае, что annual производительность соответствует 1-летний работник от аккумулятора. Поэтому мы должны consumить этот Calcium в этом случае, поэтому эти 12 грамм будет достаточно для одного работы от аккумулятора. Таким образом, это примерно 6-7 тысяч часа по месяцам. Акцелератур, который был запрещен в последние 70-е годы, он был, опять же, модернизирован. Как я сказал, мы увеличили тысячи раз, и в эти 20 лет, это был лучший акцелератур в мире для этого обеспечения. Эксперимент начался в 1999, только в конце предыдущего лета. Первое, что мы сделали, это Calcium-48 на Plutonium-244 led к элементу 114. И сразу после Calcium- на Куриум, which led к элементу 116. И только в один год, после 20 лет нескольких экспериментов, мы видели, что после этого огромного работы, мы видели эти супер-советные элементы. В то время было только три события, но это было достаточно, чтобы сказать, что мы можем производить эти элементы, которые существуют, но еще более важнее, что мы видели, что когда мы приближем к предыдущему талант стабильности, стабильность этих элементов увеличивается и увеличивается dramatically. Вы видите, например, изотоп, который был производлен в Германии, в Дармстаде, имеет половину жизни меньше, чем микросекунд. И изотоп, который мы производим, уже лежит полтора минуты. Может, не много, но есть 5 orders значения. И это одна из основных показаний, что мы abordаем этот айлент стабильности. Сын 1999, многие реакции были тестированы, и, наконец, мы популили этот большой территорий на нуклеарном map. Мы успели увидеть шесть новых элементов. Мы convinced и proves что этот предыдущий айлент стабильности существует, даже не достигла центра. Нуклеар, которые мы синтезировали, они touchали на шоу этой айлент. Но мы не достигла центра. Это еще задача для будущего. Конечно, это было время для проживания. И, конечно, проживания, когда вы проживаете элементы, проживание связано с названием. этого элемента. И, чтобы назвать элементы, вы должны доказать, что вы действительно обнаружили это. Доказать к Интернационной комитете Интернационной Юнии Кемистии и Интернационной Юнии Кемистии Кемистии. И они стали доверены после конформации всех наших экспериментов, индивидуальных конформаций, в Дубне, в Берклее, в Германии, в ГСИ. В конце, в 2011, элементы 114 и 116 были обнаружены, что они были discovered. И в 2012, они получили премистративные названия. Флеровиум, после Георги Флеров, и Ливермориум в 116, потому что все эти работы в Дубне были сделаны в коллаборации с два американской институтинами, Ливермориума, и Нокрич Национальной лаборатория. И в 2016, еще три элементы, с премистративной Дубне, и УС институтинами, получили их название. Это Московия, в 115, Теннессин, после места, где Окрич находится в 117, и Оганисиан, в 118, назван после главного этого экспериментального работы в мире, профессор Юрий Оганисиан. И, конечно, мы очень рады, что иметь двух часов на периодическом таблее. Это record. Никогда в мире два человека работают в же лаборатории находятся на периодическом таблее. И, еще раз, что Оганисиан, это второй раз в истории когда элемент назван после живого. Это очень редко и, как я mentioned, второй в истории. Как я говорил, мы очень рады. Мы не единственный лабораторий работают в этом бизнесе, но я должен сказать, что только четыре научных центров успели в истории производить артифициально в этом метод элемент. Это Беркли, Дубна, ЖСИ, и Риккен с одним элементом. Но если мы считаем, мы видим, Дубна университет, 18 элементов продуктов 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 1955, для 10 из них Дубна имеет полную приоритет. Дубна существует, мы знаем, что стабилизия существует, мы знаем, как производить некоторые эти супер важные элементы. Но мы имеем много вопросов. Например, где закончится, и как мы можем идти. Не необходимо это coincide. Даже когда мы обнаружили эти элементы, мы не знаем много о них. Если эти элементы иметь какие-либо продукты. Они должны сделать компоненты, и так далее. Это очень важная вопрос. Как действия кемического этого элемента? Конечно, чтобы достигнуть стабилизия и ответить вопрос о nature, если возможно производить эти элементы в nature, это также очень важная и конечно мы думаем что мы можем ответить к несколько вопросов, не все но просто так это был причем построить новый комплекс который должен быть гораздо лучше чем все существовало в мире раньше. мы уже знаем что это мы сделали десятилетия times лучше от least 30-50 times better than what we had in the world before. This center is called Super Heavy Elements Factory. The main part of this center is a new accelerator DC 280, Dubna Cyclotron 280. So it was, that is our product, I mean product of our institute, our laboratory. It was commissioned at the end of last year and so now it is work just every day, 24 hours a day, 7 days a week without any problems. So this new accelerator produce beam which is 10 times more intense than the beam which we had before, that is main ingredient of increased efficiency. New separators also installed, commissioned, so now we tested. To the end of the, by the end of the year we are going to test it with this reaction leading to element 115 muscovium which is already known but we want to show with this experiment that everything which we made work as it was planned. And then we are simultaneously preparing our equipment to make one of the main experiments for this facility, experiment for the synthesis of element 120, element of 8th period of the periodic table in the reaction titanium and californium. program, it is planned for the next year. What is the program for this new facility? I showed this slide before and you see that this many, many nuclei and many elements which we produced during last 20 years. So now it's time to study, to study those nuclei and those elements. And this new facility which is, as I said, 30-50 times better than what we had before is just, was constructed for this topic. Also we, of course, want to expand in a large known area of the nuclei and elements. As I mentioned, we are going to go even for heavier elements, 190-120. We are going to come closer to the island of stability, it is possible. We are going to come to the end of stability moving in the left direction. Of course, here we will face with extremely low probability of synthesis of these elements. But, again, with new facilities we hope that we will succeed. And, as I mentioned, one for my personal choice, one of the most interesting and maybe most topical questions for super heavy elements, that is the chemical properties. At the moment it is possible to make an experiment on chemistry even when you have one atom which lives longer than one second. The difference between conventional chemistry is that you should repeat this many times. So in conventional chemistry you have many atoms, you make compounds and you study this once. In this chemistry, chemistry of super heavy elements, you have one atom but you repeat experiment many times. So that is just a difference. But with new facilities we think that we will progress in this field. So that is the border, one second, and you see that the number of elements, even those which are very close to the islands of stability, are now open for their chemical investigation. So let me summarize my talk with this picture, which indeed shows 70 years work on producing elements heavier than uranium. Again, that is a continent, that is a peninsula with uranium, different ships which more or less successful in going to heavier and heavier elements. We have here island of stability, which we think we already see this island and we hope for some good future. With that I would like to summarize and thank you for your kind attention. Thank you. Everybody shall hope for some of these parts of this island. You should see, too. Продолжение следует...